РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА КНИГА ПРОРОКА ИСАИ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах во время вечерни читается отрывок из 25-й главы книги пророка Исаии с 1-го по 9-й стих. Давайте его послушаем. Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов иноплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитую от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном Ты укоротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф Нагоресией для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. И уничтожит Нагоресией покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа Своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, «Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь! На Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» Чтение, которое мы сегодня услышали, начинается с того, что пророк Исаия в восторге обращает к Богу хвалебную песнь. Он превозносит его за то, что древние пророчества исполнились, хотя и казались чем-то совершенно несбыточным. Но о чем же идет речь? Чему так радуется Исаия? За что так благодарен Богу? На первый взгляд, судя по тексту, он рад тому, что Бог не изложил врагов его народа. Город, который был их укрытием, превратился в груду камней, и крепости их в развалины, так что они больше никогда не будут восстановлены. То есть может показаться, что радость пророка – это радость того, за кого отомстил Бог. Иудеи были притесняемы, и вот укрепления их врагов разрушены полностью, так что даже не подлежат восстановлению. И все же пророк, даже говоря об освобождении своего народа, видит этот конфликт в совершенно другой перспективе. От разрушения крепости нечестивцев он переходит к тому, что великие народы начинают славить Бога, и племена, которые были страшны, сами будут страшиться перед его лицом. Более того, говоря о спасенных, он совершенно не упоминает того, что они иудеи. В какой-то момент это было важно. Но спасаются они не потому, что принадлежат народу, но потому, что уповали на Бога. Кому-то могло показаться, что для него важен национальный вопрос. И мы знаем, что не только во времена Христа, но даже в наши дни есть люди, которые думают именно так. Однако пророк видит в действиях Бога непростую месть врагам, но его окончательное торжество над злом. Люди очень часто пытаются привлечь Бога к разрешению тех или иных конфликтов. Они видят себя правыми, а врагов виновными, и, призывая Творца, хотят, чтобы справедливость восторжествовала. Но при этом все обычно забывают, что Божья справедливость не в том, чтобы одна сила восторжествовала над другой, не в том, чтобы меньшее зло победило зло большее. Она в том, чтобы зла не было вообще. Именно поэтому пророк не говорит, что после победы над врагами на Сионской горе будет сделана трапеза для иудеев. Это было бы вполне понятно, ведь с ними был заключен завет, на этой горе их столица. Значит, и праздничный пир должен быть для них. Но подлинная победа Бога это не победа какого-то одного народа над другими, но победа над тем, что их разделяет. Кажется, это кому-то справедливым или нет, но пир Божий оказывается пиром для всех народов. Среди них нет больше избранных и отвергнутых, нет притесняемых и притеснителей. И смерть побеждена жизнью, и на лицах больше нет слез. Стремясь к тому, чтобы на земле восторжествовала справедливость, мы должны помнить, что только Бог по-настоящему справедлив. Библейские чтения Великого Поста Радио «Вера» представляет Библейские чтения Великого Поста Книга «Бытия» Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. В этот день Великого Поста в храмах читается отрывок из книги «Бытия», 9 глава с 8 по 17 стих. Давайте послушаем. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог, «Вот знаменье завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда». «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменьем вечного завета между мною и между землею, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душою живою, во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною, «Вот знаменье завета, который я поставил между мною, и между всякой плотью, которая на земле». Очень интересное толкование на сегодняшнее чтение есть у святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Говоря о радуге как видимом знаке заключенного Богом завета с человечеством, он пишет, «Сопутствуя обыкновенно дождю, радуга долженствовала представлять человеком образ начинающегося потопа. Но Бог хочет, чтобы она уверяла их о безопасности от потопа». Такое сопряжение знака с означаемым особенно отражает в себе свойства завета. «Являя знамение безопасности в самом действии опасности, Бог сколько возвышает благодать, столько искушает веру». Святитель предлагает нам поразмышлять над тем, как работают, с позволения сказать, знаки и символы, которыми религия очень плотно насыщена. Сразу отметим, религиозный подход здесь прямо противоположен психологическому. Что я имею в виду? Когда человек оказался в определенной травмирующей ситуации, то для обеспечения его душевной стабильности психолог ему посоветует для начала определить спусковые крючки, триггеры и всегда о них помнить. В своем крайнем проявлении такой подход получил название сейфизма, культа психологической безопасности и комфорта. Исследователи этого феномена говорят, что чем психологически безопаснее среда, тем значительнее повышается градус инфантилизма и безответственности. Ведь для роста жизненно необходимо личностное преодоление проблем, в том числе и психологического характера, а не избегание их любыми путями. Что же предлагает нам религия? Вот радуга. Совсем недавно она была связана с ужасом, уничтожающего всех и вся всемирного потопа. Казалось бы, перед нами самый настоящий триггер. Но Бог именно радугу избирает знаком верности своему завету, что отныне никогда более человечество не будет целиком уничтожено водами. Но зачем Бог именно так поступает? Более того, самый главный знак христиан – это распятие. Но разве то, что мы носим на груди, не есть упоминание жуткой, невероятной в своей бесчеловечности римской казни? Как можно почитать то, отчего ради психологического комфорта? Лучше бы держаться подальше. Ответ в последних словах святителя Филарета. Еще раз послушаем. «Являя знамение безопасности в самом действии опасности, Бог сколько возвышает благодать, столько искушает веру». Другими словами, разрешая своей верой Богу действовать в самой гуще опасности, человек совершает прыжок веры, только через который и происходит, если можно так выразиться, обезвреживание угрозы, скрытой в знаке. Да, действительно, крест сам по себе страшен, как и любое другое орудие пытки и смерти. Но действием живого Бога он превращается в славное орудие победы жизни над смертью, Бога над дьяволом, праведности над грехом. Своим действием Бог переопределяет смыслы и радуга отныне обращает наш взор не назад, в губительные воды потопа, а вперед, в непреложность Божественного Завета. И крест Христов становится торжеством воскресения и освобождения от уз греха и символом главного упования каждого христианина. Библейские чтения Великого Поста Радио «Вера» представляет Библейские чтения Великого Поста Книга притчей Соломоновых Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня Православная Церковь предлагает нашему вниманию очередной отрывок из книги «Притчи Соломона», который состоит из стихов с 8 по 22, 12 главы. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердца же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празнолюбцев, тот скудаумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал живые, а говорящие истину благоугодны ему. Притчи Соломона делают очень неожиданное противопоставление. С точки зрения автора притчей, разум противоположен не недостатку интеллектуальных способностей, а развращенному сердцу. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Получается, что разумен лишь тот, кто поступает по заповедям, ведь словосочетание «развращенное сердце» на языке Священного Писания указывает на человека, который уклоняется от соблюдения Закона Божия. Это очень интересная мысль, хотя, конечно, многим она может показаться несколько неожиданной и весьма спорной. Но давайте подумаем. Сильный интеллект подразумевает, что человек способен учиться и строить компетентные умозаключения на основе полученных знаний. Кроме того, такой человек способен адекватно оценивать риски и не принимать каких-либо спонтанных, ничем не мотивированных решений. А это означает, что он умеет осознавать свое психологическое состояние и делать выводы относительно самого себя. Более того, он знает, каким образом можно вывести себя из тех состояний, которые толкают его к неразумным решениям и действиям. Все существующие знания можно разделить на две категории. На те, которые подвергаются изменению и на неизменные законы бытия. Перед каждым человеком стоит задача каким-то образом соотносить постоянно меняющуюся информацию с тем, что неизменно. Священное Писание дает нам представление о базовых законах мира, в котором мы живем. Конечно, не о физических законах и не об экономических, а о моральных. Если ориентироваться в тексте Писания и владеть навыками его интерпретации, то становится очевидным, какие именно последствия влечет за собой то или иное действие. Вместе с этим становится понятным и весь возможный спектр тех психологических состояний, при которых лучшим решением будет не принимать никаких решений, кроме одного – решения о том, что из существующего психологического состояния нужно каким-то образом выходить. И здесь нам тоже на помощь приходит Священное Писание. В качестве средств борьбы с контрпродуктивными психологическими состояниями оно предлагает нам сосредоточиться на исполнении заповедей и, конечно же, на молитве. После этого, придя в норму, человек сможет соотнести совокупность доступного ему меняющегося знания с законами бытия, изложенными в Писании, и сделать выводы, которые не будут ошибочными, то есть поступить разумно. Здесь мы приходим к тому, с чего начали. Разумен не тот, у кого от природы сильный интеллект и благоприобретенное хорошее образование, а тот, кто поступает разумно. Поступать же так возможно лишь с опорой на вечно актуальные истины Священного Писания. Библейские чтения Великого Поста